Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил Климчук и сегодня в гостях у нас Павел Морозовский и мы сегодня обсудим очень интересную тему, а тему как раз расскажет и представит Павел. Павел, привет. Я в принципе могу рассказать вообще, почему люди покупают в интернете, то есть не видя сам продукт. Вы, наверное, давайте расскажете как раз-таки как представитель бизнеса о том, почему люди покупают уже непосредственно на месте, в офлайн. Давай, договорились. По рукам, да, ну смотрите, я кратко скажу вообще, что я продаю, например, это услуги разного рода, это маркетинговые услуги, услуги разработки там сайтов, дизайн и так далее. И я уже накопил такой опыт и могу сказать, почему человек принимает решение о том, чтобы он переводил мне свои деньги. Вот, и первое, на что в принципе это, на что он обращает внимание, это отзывы всегда, то есть сарафанное радио, отзывы, вот, и самое эффективное это видеоотзывы. Я считаю, почему? Потому что видео, оно передает эмоции, то есть невербальная информация, ее всегда больше, чем голосовая речь, вербальная. Вот, соответственно, здесь затрагиваются два триггера. Это social proof, социальные доказательства, да, отзывы и emotion, это эмоциональный, то есть через видео. Человек, загораясь, он принимает решение. У нас чаще всего женщины, они эмоциональны, они принимают на эмоциях решение. Вот, иногда, конечно, не всегда разумно, да, там, не ознакомливаясь с какими-то пруфами, да, там, с реквизитами, они увидели, вау, все, круто, готовы покупать. И это работает именно на эмоциональном уровне. Вот, всегда рекомендуется, да, если ты в онлайне, сейчас есть какая-то площадка по продаже, там, сайты, группы, да, рекомендуется с первых, там, двух-трех секунд показывать лицо человека, его эмоции, его улыбка. Улыбка, почему она эффективна, да, потому что, опускаясь, да, там, вообще до фундаментальных вещей, можно сказать, что когда мы родились, мы не понимали вообще, что происходит. И когда мы видим улыбку матери, у человека вырабатывается гормон, вот, и, соответственно, это гормон доверия. То есть мы, видя улыбку, подсознательно понимаем, что все хорошо, мы под защитой, все классно, нам ничего не угрожает. Так и здесь. И это тянется за нами практически всю жизнь. Вот. В принципе, на базовых вещах, наверное, это все. Что касается уже процесса общения с людьми, это будет, наверное, какие-то комплименты в сторону ваших, там, если это клиенты, да, если это люди, которые принимают решения в вашу сторону. Это будут общие черты с человеком. Например, если человек интересуется, там, например, съемкой, фотографией, вы скажете, ой, классно, я тоже интересуюсь этим. Мне нравится, например, заниматься там фото и видео, съемкой, создавать какой-то контент. И вот эти вот общие вещи, они всегда сближают людей, вызывают доверие на подсознательном уровне. Вот. Также вообще очень эффективно, я бы, наверное, это выделил на второе место, это бить в боли. То есть у каждого человека есть какая-то боль, например. Мы ищем квартиру, да, там, в интернете. Значит, нас не устраивают соседи, это боль. Постоянные ремонты в квартирах, это тоже боль. Нас не устраивает место, далеко идти до метро, там, плохо ходит транспорт, нет магазинов, это боли. У любого человека есть боли. Например, там, у бизнеса есть боли. Он не может найти, там, хороших подрядчиков, да, там, на создание сайта рекламы. Это боль. Он никому не доверяет, ему приходится все делать самому, это боль, потому что он тратит много времени, которое он мог бы потратить на стратегические вещи, это боль. И так далее. И еще такая вещь, это человек должен видеть продукт. Хотя бы базово, если он берет это онлайн, он должен видеть результат. Он должен видеть максимальный объем того, что он не может потрогать. Например, если он заказывает, там, разработку, вот ему нужен сайт, да, человек, я хочу сайт, приходит. Что мы можем ему показать? Мы можем показать ему рекламный личный кабинет, которым он будет управлять. Мы можем показать, из чего будет состоять этот сайт. Мы можем показать, как человек будет, по какой схеме мы будем осуществлять работу. Я могу показать, как я буду с ним работать и как он будет закрывать оплаты. Например, там, поэтапно. Для него это будет безопасно. Например, показать способы оплаты, показать реквизиты, показать иконки просто элементарно. Иконки оплаты, там, мастер-карт, виза, там, Яндекс.Деньги, это тоже вызывает доверие. Показать, например, значок копирайт, там, 2021, например, что это надежность. То есть ваш сайт, он надежный и никому не рекомендуется воровать контент. То есть это тоже знаки такие доверия. Но касаемо онлайн, наверное, это все. То есть все, что можно как бы обобщить, это эмоции, это боли и это доверие к вам через разного рода признаки, триггеры и так далее. Ну вот что касается онлайн, наверное. Теперь, наверное, давайте посмотрим то, что вы можете сказать про оффлайн. То есть почему люди покупают у вас ваш продукт, да, вот вы занимаетесь бизнесом. Собственно, почему человек принимает решение, например, вот в данном случае бронировать ему номер или у вас, да, или бронировать там у другого человека, например. Так, ну, в общем, да, вопрос такой достаточно интересный. Но я натороторил тоже. Не-не, нормально. Я думаю, что это только поверхностно того, что ты знаешь. Понятно, что за 20-30 минут все не выскажешь. Но если говорить уже про оффлайн-бизнес, каким способом мы продвигаем, то получается, что, конечно, это вывески. Да, то есть когда человек, например, едет, это размещение рекламы на дорожных, ну, в виде дорожных знаков каких-то определенных, которые подсказывают, что через какой-то промежуток времени будет гостиница, потому что человек, который едет, он, подъезжая к городу, начинает задуматься о том, где бы остановиться. Ну, то есть там мотивов остановиться бывает много. Человек просто долго-долго ехал и решил, вот, ну, хотя у него остается там 300 километров, он мог бы доехать, но он просто чувствует, что не хватает сил для того, чтобы продолжить движение дальше. И он принимает решение просто заселиться. Также могут быть какие-то парочки. Но подсознательно вы же даете им эти намеки на то, что им пора остановиться, грубо говоря. То есть человек, не видя, да, эту вывеску, он бы думал, ну, блин, 500 километров доеду, да, а тут там через 250-300, как бы, есть гостиница, есть вариант остановиться, особенно, когда вы запихали еще кучу триггеров, типа, там, двуспальная кровать, например, там, большая ванная, да, там, огромная, да, там, не душ, там, да, ванная, там, еще и рядом есть, типа, где покушать, например, или можно заказать, например, еду, да, в номер. Человек вообще уже просто, он размяк, и он, грубо говоря, уже мечтает доехать до вашей гостиницы, то есть вы как бы им продаете будущее, есть такой триггер. Да, в любом случае, все правильно ты говоришь, да, так оно и работает, когда ты человеку просто напоминаешь даже о том, что он, может быть, еще и не планировал, скажем так, воспользоваться услугой, но она так или иначе подсознательно где-то у него сидит. И, ты знаешь, человек даже об этой услуге может просто думать, то есть он может становиться в нашей гостинице и поехать дальше в соседний город, да, но та реклама, которая была, ну, вот, в виде обычного дорожного знака, либо какого-то баннера, все-таки спровоцировала дальнейшую остановку. Почему таким вот образом компании должны все-таки рассказывать о своих услугах, вот, тогда это, да, это вот один из способов, который работает. Это, кстати, называется involvement inter-ownership, ну, это когда ты вовлекаешь человека в будущий продукт, то есть то, что он будет им владеть в будущем, ты ему показываешь, при этом с разных сторон, как я говорил, например, вы говорите, двуспальная кровать, там, да, там, рядом магазины, там, тут сразу, там, есть душ-сауна, и какой-то из этих пунктов, как бы, человек, ну, вот, щелкнет у него, то есть с разных сторон, как бы, заходя, мы давим на боли, чем больше мы вот так вот его будем обволакивать, да, вот этими триггерами, да, тем вероятнее и больше, как бы, мы захватим этой целевой аудитории на дорогах в данном случае. Тут, видишь, здесь, да, это и триггеры, также они являются и атрибутами в принятии решения человека остановиться в той или иной гостинице, да, и чем больше мы закрываем по вот этим атрибутам, скажем так, какие-то потребности, тем выше вероятность того, что все-таки он примет положительное решение по отношению к нашей гостинице. Вот, это касаемо дорожных знаков. Второй момент, это все-таки, если говорить про оффлайн, то это печатная какая-то продукция в любом случае, потому что иногда люди приезжают к своим родственникам, к знакомым, и, соответственно, они думают, где остановиться, а также часто приезжают люди в командировках, которые находятся, вот, их тоже волнует, где они переночуются. Соответственно, какая-то печатная продукция, она все-таки нужна. Вот, если еще говорить про, ну, это как бы все-таки онлайн, то, скорее всего, это какие-то местечковые. То есть я сейчас не беру про рекламу, да, то есть не буду говорить, я говорю про то, что интернет все-таки у нас с 1969 года, ну, полноценно мы можем сказать, что где-то с 2000-х годов российский интернет начал там набирать обороты, вот. Поэтому какие-то местечковые сайты в виде справочников тоже приветствуются с точки зрения размещения рекламы. Ну, не рекламы, а хотя бы какое-то представление информации. Ну, то есть я про печатную продукцию уже сказал, это раз. Второй вариант, эта же печатная продукция, она может расклеиваться, либо могут, ну, вот, если про оффлайн, как бы, инструменты, например, я точно знаю, что приедут в какую-то компанию. То есть вот если заниматься, я так ее называю, промышленный туризм, вот, это когда люди приезжают на стройку, то желательно все-таки распечатать какие-то коммерческие предложения и просто пройтись ножками, развести по различным компаниям и намекнуть о том, что вы, по крайней мере, существуете. Ну, то есть, грубо говоря, познакомиться. То есть это, да, это рабочий инструмент, и если вы, скажем так, секретарю или человеку, там, начальнику отдела кадров понравитесь визуально, будете улыбаться, просто расскажете, покажете, ну, принесете какие-то с собой буклеты, покажете, что вот у вас такая-то гостиница, такие-то номера, соответственно, вы сможете выстроить какие-то взаимоотношения. Это вот один тоже как из инструментов. Третий такой инструмент тоже неплохой, уже четвертый, по ходу, делал. Это сотрудничество с различными агентствами, которые занимаются предоставлением услуг по поиску гостиничных номеров, а также по бронированию или по бронированию и покупке билетов. То есть то же самое, вот, любое сотрудничество, ну, приветствуется. То есть любыми компаниями, которым так или иначе, может понадобиться услуги гостиницы для их клиентов. Слушайте, ну, вы, получается, как бы все один большой такой триггер, то есть вы мелькаете, грубо говоря, просто везде, и за счет этого человек, как бы, проникается доверием за счет того, что люди, там, кто-то готов вас размещать, говорить о вас. Говорят о тебе, то есть говорят о тебе, даже если у тебя нет свободного какого-то номерного фонда, да, но все равно люди тебе говорят. Зачастую, когда вот я знаю, что таксисты, кстати, с таксистами можно очень хорошо познакомиться, вот, пообщаться, то есть те, кто постоянные таксисты, можно договориться, например, о какой-то так же, как в виде агентских комиссионных, и тогда и водители такси будут чаще перевозить. Они и так, в принципе-то, привозят, но они будут, по крайней мере, наверное, больше суетиться, где-то даже уточнять, есть ли наличие свободных номера, и везти только в эту гостиницу. Я понял, слушайте, ну базово-то мы разобрали, по сути, все триггеры, вот, то есть у нас такой, как бы, психологически-продажный получился выпуск, не значит, что мы продались, это значит, что мы учим людей продавать, вот, рекламы здесь нет. Вот, ну что, я думаю, в принципе-то мы все ответили, по сути, да, и, наверное, кому будет интересно, в любом случае, человек посмотрит до конца, человек оставит комментарий, вот. Да, я хочу сказать, что, ты знаешь, еще раз говорю, да, об этом можно много говорить, потому что, как сказать, перед тем, как появляется вообще нужда, появляется какая-то потребность, она, естественно, всплывает у человека в голове, в мозгу, и потом он начинает заниматься анализом из того, что у него есть какие-то определенные знания, то есть он когда-то, может быть, останавливался в гостинице, либо кто-то говорил про какую-то гостиницу, да, начиная с этого момента, да, осуществляется потом в дальнейшем поиск информации, если нету каких-то ответов на, скажем так, в плане опыта, скажем, пользования именно этой гостинице или вообще гостиницы в этом городе, после того, когда находятся определенные ответы, то есть вот, которых мы только что способом говорили, да, это могут быть и дорожные знаки, это могут быть наши друзья, знакомые, которые мы можем позвонить в соседний город, договориться о том, что как остановиться, вот, и когда все это дело происходит, конечно, люди уже появляются, ну, попадают в наши сети, которые мы сейчас вот, про которые мы рассказали, ну, и здесь все-таки, наверное, важно для бизнеса, один из таких вот важных моментов, это все-таки отдел качества, который должен присутствовать на каждом предприятии, который после того, когда человек прожил какое-то время, обязательно надо перезвонить, пообщаться с клиентом, все ли ему понравилось, потому что, ну, телефонный звонок, это вот ты сегодня только что вот объяснял в самом начале видео, что люди все-таки любят, когда и с ними общаются, и спрашивают, все ли им понравилось в командировке, вот, я думаю, что да, наверное, пока на этом все, следите за следующими выпусками и, я не знаю, подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы, мы обязательно с Пашей ответим на них, и если будет что-то нужно, тоже обращайтесь. Ну, что, на этом все, пока, спасибо. Пока.